я рад вас приветствовать на про науки ночь науки в кфу замечательное научно-популярное мероприятие уже ставшие по-настоящему традиционным для казанского федерального университета спасибо большое что вы среди вот этих многочисленных активностей которые есть сегодня у нас в двойке выбрали мою лекцию зовут меня сидоров виктор владимирович я работаю на кафедре политологии кандидат политических наук но сегодня я решил выступить темой который несколько отличается от чисто политических каких-то изысканий я занимаюсь на стыке истории политики искусства вот эта тема мне очень-очень интересно поэтому я выбрал тему которая называется геометрии искусства ведь ночь науки сегодня посвящена математике нового геометрии математика не не разловно неразрывно связаны друг другом изобретение линейной перспективы ведь как вот говорим о геометрии да и не сказать о линейной перспективе я посчитал будет просто преступлением и заявился вот так с такой темы до которая может быть мне несколько несвойственным если вы мне позволите я сейчас выйду из-за трибуны поскольку конечно я понимаю что меня хорошо становится микрофона я постараюсь говорить громко насколько это позволит 40 минут я думаю я выдержу поскольку ну вот этот вот кафедра она создает некое препятствие между вами зрителями и мной а мне все-таки хочется быть несколько более свободным и хотя бы видеть вот эти вот слайды да ну что поехали вы знаете я выхожу все отсюда и перехожу в такую аудио режим цель моя сегодня рассказать вам о технике о приеме который родился в эпоху возрождения если вы поймете что такое перспектива то когда бы и где бы вы не зашли в музей какую бы картину фреску вы бы не смотрели вам откроется совершенно новый мир вы увидите чуть больше чем среднестатистический посетитель лувра перспектива это базовая техника построения композиции в изобразительном искусстве но она не появилась просто так у нее есть своя история вот об этой истории я хочу вам рассказать и это знание будет действительно прикладное поскольку вы будете видеть чуть чуть больше до эпохи возрождения изобразительное искусство конечно существовало она существовала еще с древних времен и я хочу вам несколько элементов продемонстрировать что называется до и после давайте посмотрим здесь мы видим элемент декоративно прикладного искусства тутанхамон женой 14 век до нашей эры каир египетский музей это пример двухмерного изображения у этого изображения нет глубины он выполнен вот это изображение но выполнено по очень строгим канонам которые всегда существовали египетском искусстве если вот очень просто говорить да сейчас я вам открою маленькую тайну египтян если вы ее не знали египтяне всегда изображали предметы с той стороны с которой этот предмет лучше всего виден если вы хотите изобразить глаз то глаз лучше всего видно в анфас соответственно египтяне всегда глаз изображали вот так а если мы хотим изобразить нос то нос лучше видно в Поэтому египтяне всегда изображали нос вот так. В жизни это выглядит совершенно иначе, как вы понимаете. Потому что анфас и профиль – это два ракурса, которые друг другу несколько противоречат. Однако в египетском искусстве канон египетский, он подразумевал отход от реализма, а изображение вот так, как это есть на экране. Здесь есть маленькая загадка. На самом деле есть отход от канона в этом изображении, поскольку, посмотрите на фараона, его тело не совсем идеально. Он несколько, ну, скажем так, полноват. У него небольшой животик. Это единственный отход от канона, который был замечен историками-искуссовенами в XIV веке до н.э. Видимо, что сам Татунхамон, как заказчик, попросил художника, тогда все художники были безымянными, мы не знаем, как их зовут, попросил изобразить его ровно так, как он изображен женой. Добавить чуточку реализма. Потом уже, позже, канон вернется, и все изображения фараонов стали опять идеальными. Посмотрим дальше. Да, кстати говоря, это стул. Ну, не совсем стул, это трон. Это трон фараона. Поэтому, если вы хотите его увидеть, вам нужно будет съездить в Каир, в Египетский музей, и вы увидите вот это произведение декоративно-прикладного искусства. Перенесемся несколько дальше. Перенесемся в средние века во Францию. Окончание средних веков и уже начало практически нового времени, это XV век. Это великолепный часослов герцога Берийского. Посмотрите, здесь мы видим тоже довольно двухмерное изображение. Если бы мы с вами оказались во Франции и видели бы поле и замок, то, естественно, это выглядело бы не так, как изображено на этом часослове. Вообще, этот часослов – это 12 месяцев. Наверху мы видим лунное, звездное небо, календарь, как он был тогда в то время. То есть, то, чем мы с вами все пользуемся, – это перекидной календарь, по сути говоря. Но здесь мы видим то, что вот этот замок, который на удалении от нас, он практически никак не уменьшен. То есть, пропорции замка не соответствуют тому, как он бы выглядел по-настоящему. Это XV век, и это, по сути говоря, иллюстрация книги. То есть, календарь в виде книги – это иллюстрация. Здесь мы тоже видим, что реализма уже, конечно, больше, чем в Египте, но все равно до постижения реальности еще нам очень и очень далеко. Посмотрим на другой жанр. Жанр фрески. Фреска, которая мне очень нравится. Она очень красиво звучит. Она звучит так – «Христос, добрый пастырь». Эта фреска находится в Италии, в Равенне, в мавзолее Галлы Плацидии и относится примерно к V веку нашей эры, момент, когда Римская империя уже приняла христианство. Посмотрите на эту фреску очень внимательно. Друзья, если кому-то не видно, есть смартфоны, вы можете ими спокойно воспользоваться и загуглить, и увидеть это, так сказать, поближе в цвете. Посмотрите на композицию. Композиция здесь довольно интересная. Она, во-первых, из-за ограниченного пространства, она уже треугольная, она уже, так сказать, близка к идеям Ренессанса. Кроме этого, взгляните, здесь есть очень интересная идея. Все овечки, Христос, добрый пастырь, все овечки смотрят на Христа. Их взгляд направлен на Христа. И вот это очень важно для анализа произведений искусства. Вот эта композиционная сложность взгляды и жесты. Запомните это, пожалуйста. Взгляды и жесты. Это очень важно. Это не просто так. Это задумка автора. Взгляды показывают, куда мы должны смотреть. Они управляют вниманием зрителя. Уже в V веке это уже было сделано. И интересен здесь также вот этот вот небольшой золотой плащ, в который одет Христос. Он не одет, как простой пастырь. Он одет, как император. Вот такая вот интересная картина. Однако мы здесь тоже видим, что какая бы овечка, на каком удалении у зрителя не находилась, все овечки одинаковые в своем размере. Они совершенно одинаковые. Вот эта вот структурная композиция с размером, она никак не отличается. Никак не отличается. В романе нобелевского лауреата, которого зовут Архан-Памук, мое имя красный, рассказывается о дипломате по имени Эниште, который поехал в Венецию и долго-долго время представлял Османскую империю в Венеции. И когда он вернулся обратно в Стамбул, то он рассказал императору о том, что, вы знаете, к тому времени, а речь идет о 15 веке, вот в Венеции, вообще в Италии появился такой жанр, как портрет, то, чего не было в Османской империи, и такая вещь, как перспектива. И вот он как раз объясняет императору о том, что, вы знаете, вот искусство средневековое, уже ренессанс на Италии ушло далеко вперед. Вот здесь вот для примера показана картина «Танцующие дервиши». Это, опять-таки, иллюстрация книги, которая называется «Диван», поэт по имени Хафиза, где-то примерно конец 15 века. И вы сейчас увидите, что к тому времени вот эта вот двухмерность, да, вот изображение двухмерное, оно без глубины пространства, оно очень отличается уже от ренессансного искусства. Возвращаемся назад, к Египту, двухмерность. Возвращаемся к Христосу, доброму пастырю, двухмерность. Искусство Древнего Востока и Средневекового Востока, Оттаманской империи, мы видим двухмерность, мы видим двухмерность. И что же происходит у нас в Ренессансе? Что происходит в замечательной Италии? Человек по имени Филиппо Брунеллески запомнился миру тем, что он сотворил практически невозможное. Он был архитектором, и он построил, нет, не это здание, он построил купол этого здания, Санта-Мария-дель-Фьора, это главный собор Флоренции, который долгое-долгое время был построен без купола. Огромное здание. Когда русский посол приехал туда, значит, он писал московскому царю следующее, что да, здание, конечно, красивое, но такое пустоватое, в отличие от нашей стилистики, наших русских храмов, византийских храмов. Действительно, пространство этого огромного собора заполнить сложно, но еще сложнее было построить купол. Объявили конкурс. Филипп Брунлески долгое-долгое время изучал методы архитектуры строительства Римской империи. Он придумал метод построения этого купола, и, как рассказывается, был тендер, конкурсная комиссия, который возглавлял семейство Медичи, которое финансировало все это хозяйство огромное. Значит, другие архитекторы, которые также присутствовали здесь, на вот этом тендере, Брунлески сказал, попробуйте взять яйцо, поставить вот так вот на стол, чтобы яйцо не упало. Все говорили, ну, это невозможно сделать. Тогда Брунлески взял яйцо, которое было варено, он ударил его вот так вот по столу, и яйцо встало. Тогда другие архитекторы сказали, ну, если бы мы знали, что так можно было сделать, мы бы тоже так сделали. А что Брунлески ответил, если вы узнаете метод строительства этого купола, вы тоже скажете, ну, а так это просто, если бы мы это знали, мы бы тоже это построили. В результате этот проект, который Брунеллески задумал, он реализовался за 16 лет. Этот купол был построен, он стоит до сих пор, вы можете съесть во Флоренцию и посмотреть этот купол. Но удивительно, что этот архитектор по образованию, по основной специализации, он создал еще и математический закон линейной перспективы, то есть изображение трехмерного пространства. Брунеллески математически рассчитал принцип изображения удаляющихся объектов от зрителя. Мы все с вами видим двумя глазами, и мы видим объекты, удаляющиеся от нас, и они сокращаются в отражении нашего зрения. В реальности они не сокращаются, они могут быть одинакового размера. Но мы видим их сокращающимися, и сокращаются они по определенному закону, который Брунеллески и рассчитал. Он создал следующий эксперимент. Это баптисерий, который находится около Санта-Марии-дель-Фьоро. Баптисерий – это место, где происходит крещение. Крещение, ну, в основном детей в то время. Так вот он нарисовал, Брунеллески умел хорошо рисовать баптисерий, взял зеркало, сделал две дырки, и он нарисовал это так, и выбрал точку зрения. Вы можете приехать во Флоренцию и найти эту точку, что поставив зеркало напротив изображения, а потом убрав это зеркало и посмотрев просто через вот эту дырку, размеры будут одинаковые. Вы видите одинаковый размер, то, что вы видите, этот баптисерий, и одинаковое отражение в зеркале. Нет разницы между зеркалом, изображение в зеркале, имеется в виду в размере, и самим баптисерием. Конечно, баптисерий больше, чем зеркало, но размеры, размеры одинаковые. То есть он математически рассчитал вплоть до миллиметра размер вот этой картины, которую мы с вами видим, да, которая повернута к баптисерию. То есть до миллиметра. И когда он сторонним людям показывал свои расчеты, что вот эта картина и реальные баптисери, которые потом видны через дырку, они совершенно одинаковые, все были просто поражены. Как можно было рассчитать это с такой математической точностью? Его товарищ и современник Леон Батиста Альберти написал методичку, самую настоящую методичку для художников, как рисовать перспективу. Вот мы видим здесь изображение. Как уменьшать изображение предметов на вот этой вот плоскости, собственно говоря, воображаемой плоскости на двухмерном полотне картины, и как они должны уменьшаться? И этой методичкой стали усиленно художники пользоваться в изображении. Ну, сейчас мы вот посмотрим эти примеры изображения. Одно из самых классических фресок и одна из самых первых фресок, где в полном объеме было реализовано вот этот принцип линейной перспективы сокращения объектов, это, конечно, фреска, которая называется «Святая Троица» или «Просто Троица». Здесь, конечно, нужно немножко свет выключить, чтобы было видно свет, можете загуглить это изображение, пожалуйста. Она находится во Флоренции, то есть Флоренция была вообще забойщиком, что называется, в освоении перспективы. И мы видим здесь, посмотрите, сходящиеся линии, но это не просто линии, линии, которые мы с вами увидим, если, например, мы посмотрим на железную дорогу, которая встать на середину железной дороги, и линии просто будут сходиться в одной точке, да? Мы видим здесь несколько линий, усложнение линейной перспективы. Мы смотрим с вами снизу наверх распятие, крест и Христос, они несколько выше зрителя. И смотрите, как управляет зрением, да? Мазаччо, художник, который создал эту фреску, он с помощью потолка, с помощью основания колонн, создает у подножия креста точку схода, вот эту вот точку, где сходятся все линии. Таким образом, это управляет нашим вниманием. Вот здесь вот центральный момент, который я хочу подчеркнуть. Чем прекрасна перспектива? Перспектива дает нам композиционную упорядоченность картины. Потому что один из базовых параметров любой картины, какую бы картину вы бы не взяли, в любом музее мира, самое главное, это композиция. Как расположены фигуры, какого размера фигуры, что делают эти фигуры. Но что делают, это уже сюжет, это еще один параметр картины. Сейчас мы с вами говорим именно о композиционной задумке, композиционной сложности. Она определяется перспективой. Она определяется перспективой. И вот мы здесь это видим. Сложную перспективу, многолинейную перспективу. Поэтому вот эта фреска Мазаччо, она считается, конечно, одним из шедевров эпохи Возрождения. Если вы не знакомы с этой фреской, то следующие примеры, конечно, они более известные. «Тайная вечера» Леонардо да Винчи. Да Винчи считался в свое время мастером изображения линейной перспективы. Он пошел несколько дальше. К просто линейной перспективе он добавил еще воздушную перспективу. Если вы посмотрите на эту... Эта роспись, это не совсем фреска, потому что фреску пишут на мокрой штукатурке, а да Винчи писал это на сухой стене, именно поэтому, скорее всего, эта фреска или роспись не дожила в том виде, в который бы хотел, чтобы да Винчи не дожила до наших дней. Если вы на нее посмотрите, это, по сути, репродукция улучшенная по качеству. Вы увидите, что ближе к нам вот эти справа и слева росписи стен или закрытые окна, они более яркие, а те, которые удалены от нас, они более темные. И здесь добавляется еще вот эта вот воздушная перспектива. Воздух затемняет нам то, что находится вдали. Есть такое выражение «голубые горы». Почему горы голубые? Потому что если горы находятся от нас 10, 20, 30, 40, 50 километров, из-за свето-воздушной массы мы не видим горы того цвета, какие они настоящие. Мы видим их голубыми. И вы спокойно это можете увидеть, если просто загуляете любые горы, да, в, ну, скажем, такую ясную погоду. Горы будут голубого цвета, но они не голубого цвета на самом деле, это оптическая обман, иллюзия. И вот эта вот оптическая обман иллюзия, она, поскольку это реальность, эта реальность воспроизводится на картине. Да Винчи был одним из первых художников, который это заметил, и писал это тоже в своих трактатах о живописи, о том, что изображать нужно реальность, то, как бы это было в реальности. Это первый момент. Второй момент. Вот эта роспись, она находится в Милане, в церкви Санта-Мария де ла Граце. И нужно просто, ну, немножко пофантазировать, представить, что было с людьми, которые увидели эту роспись. Дело все в том, что она находится, ну, примерно на высоте, может быть, чуть выше, чем вот эта вот осветительная панель, и находится она в столовой, в трапезной монастыря, который сейчас церковь. Стены, изображенные на росписи, они точь-точь продолжают стены реальной трапезной. Если вы посмотрите эти реальные фотографии, эти стены продолжаются. И в тот момент, когда да Винчи просто-напросто снял перед заказчиком вот этот вот вуаль, то люди просто ахнули, потому что они увидели, что вглубь уходит помещение, а перед ними Христос со своими апостолами, понимаете? И настолько это было реалистично, что люди просто поражались этому реализму. Этот реализм смог быть построен, изображен благодаря открытию линейной перспективы, световоздушной перспективы. Следующее не менее известное произведение – это, конечно, афинская школа Рафаэля. Вы наверняка видели это изображение. Находится оно в Риме, так называемой станции Рафаэля. Станция переводится как комната, поскольку Рафаэль расписывал комнаты для папы римского. Это уже начало 16 века. Потихоньку-потихоньку Ренессанс заканчивается. И, конечно, вот такой мощный аккорд. Рафаэль, он, можно сказать, подвел такую мощную черту под эпохой Возрождения, которая уже клонилась к своему закату. Скоро-скоро испанская армия возьмет Рим в 1520 году, и это поставит точку в эпохе Возрождения. Начнется уже маньеризм, кризис, и потихоньку он новую эпоху наступит, эпоха барокко. Посмотрите на перспективу. Видите ли вы ее здесь на этом картине? Вот мысленно сейчас попробуйте продолжить те линии, которые вы видите, которые уходят вглубь. Внимательно посмотрите. Вот здесь достаточно светлая вот эта фреска, да, и видно все линии, архитектурные линии. Где они сходятся? В какой точке они сходятся? Где эта точка схода? Как управляет вниманием художник? Давайте посмотрим на это. Не сложно догадаться. Самый-самый центр. Самый-самый центр. Платон и Аристотель находятся здесь. На переднем плане Леонардо... Не Леонардо, это Микеланджело. Ну так вот, Рафаэль немножко пошутил, да, и изобразил Микеланджело, значит, на переднем плане. А Микеланджело обвинил его в плагиате, что композиционную структуру Рафаэль украл из Сикстинской капеллы. Было у них небольшое такое противостояние. Но Рафаэль достаточно рано умер, и противостояние такого, как Микеланджело против Леонардо да Винчи, не получилось. Вот. Великолепная фреска, которая действительно завораживает, и она ставит, наверное, такую мощную точку в эпохе Возрождения. Что же было дальше? Давайте посмотрим на последующие века. Те законы, те принципы построения и постижения изображения, которые были заложены великими, как говорят, титанами Возрождения, в последующие века, естественно, использовались художниками. Я для примера взял картину, которая на самом деле не существует. Есть только эскиз этой картины. Ее, так сказать, воспроизвели с помощью компьютера и обработки. Она называется «Эскиз и задумка. Клятва в зале для игры в мяч. Жак-Луи Давид». Это конец 18 века. Картина, эскиз времен французской революции, великой французской буржуазной революции. Запечатлен момент в Версале. Это обычный спортзал, который сейчас есть в школе. Вот смотрите, наверху окна. Здесь стены. Играют в зал. В мяч в этом зале, для мини-футбола, что называется. Члены национального собрания Франции, революционного национального собрания, клянутся не покидать этот зал, пока они не примут новую конституцию Франции. Ну, кстати говоря, они ее приняли в итоге. Посмотрите, как здесь нарисована перспектива. С помощью чего? Я не зря вам говорил. Здесь она нарисована с помощью жестов. Жак-Луи Давид, этот великий художник, он очень любил управлять вниманием зрителя с помощью жестов. И нужно рисовать вот эту перспективу, ее легко найти. Вы же видите точку в центре. Рисуется с помощью жестов людей. То есть необязательно искать перспективу с помощью каких-то архитектурных сооружений, рельс, деревьев и так далее. Жесты. Но перспективу и сокращение, вот эти ракурсные сокращения, перспективные сокращения мы видим на этой картине конца XVIII века. Ну и заканчивая, я хочу сказать о том, как же в современном мире получилось так, что мы отошли от перспективы. А случилось это следующим образом. В середине XIX века человечество изобрело фотоаппарат. Фотоаппарат нанес смертельный удар по изобразительному искусству, поскольку зачем постигать реальность, если у вас есть айфон с хорошей камерой, и вы можете все сфотографировать. Зачем учиться рисовать, наносить краски. Фотоаппарат это сделает лучше, качественнее, быстрее. Эта проблема уже была в XIX веке, когда айфонов еще не было. Я здесь не стал показывать картины импрессионистов, я думаю, вы их прекрасно знаете. У них была одна проблема у импрессионистов. Да, они пытались отойти от реализма того, который был заложен школой классицизма, и изображать вот эти вот мгновения, утекающие, улетучивающиеся мгновения, которые мы все с вами вот сейчас наблюдаем. Мгновение скоротечно. А то, что мы видим, оно несколько размыто. Я смотрю на вот аудиторию, да, если я смотрю поверх вас, я вижу достаточно размытые изображения. Так я на самом деле это вижу. Айфон так не увидит. Ну, можно, конечно, настройки поменять, да? Однако, размытость изображения ведет к следующей проблеме, с которой столкнулись импрессионисты. Это отсутствие композиционной четкости. Там была перспектива, там были ракурсные сокращения, там было все. Но не было упорядоченности. И вот эту упорядоченность импрессионистов дал и подарил вот этот человек, Поль Сезанн, который долгое-долгое время в своем имении экспериментировал с перспективой, с изображением предметов, с различными ракурсами. И в конце концов он придумал. Не углубляясь в подробности, я просто скажу, что он сделал. Первое. Отказ от перспективы и сосредоточение на трех фигурах. Круг, квадрат, прямоугольник. Посмотрите здесь. Здесь мы как будто бы немножечко возвращаемся к двухмерности. Предметы не такие, какие они в реальности. Яблоки. Если... Ну, на столе так яблоки не лежат. Они лежат совершенно по-другому. Но нам не кажется это неправильным, диким мы. Это не ломает наше сознание. Нам не кажется, что в этой картине нет гармонии. Вот в этом заслуга Сезанна. Отойдя от реалистичности и от... Отойдя от небольшого хаоса, который есть у импрессионистов, он нашел новый баланс в картине, в композиционности. В композиционности построения картин. Если мы еще шаг сделаем дальше, то дальше уже будет кубизм. И после меня должна была быть еще одна лекция, которая должна была быть посвящена кубизмам. Но ее почему-то нет. Но знайте, дальше был кубизм. Дальше была чистая геометрия. Дальше был малевич, супрематизм и прочие вещи. Еще одно замечание, заканчивая, которое я вам хочу сказать. Ни одна книга, энциклопедия, репродукция, фотография в интернете не передаст никогда вам то, как эта картина выглядит на самом деле. Почему? Потому что у картин есть еще один параметр. Размер. Этот размер невозможно передать в этой репродукции. Ну, я вам приведу один маленький пример. Есть картина Паоло Веронезе. Она называется «Брак в Кане Галилейской». Вы можете загулять эту картину, она очень красивая. Она мне очень нравится. Находится в Лувре, недалеко от Мона Лизы. Если вы откроете изображение этой картины, то будет совершенно непонятно, какого она размера. Она может быть вот такой, вот такой, может быть вот такой. Но на самом деле эта картина 6,5 метра в диагонали. И только находясь рядом с этой картиной, можно понять, какая она на самом деле. Как задумал ее художник? Какую он нашел там композицию, композиционное решение этой картины? Поэтому, друзья, когда вы в следующий раз поедете в музей, а я вас призываю это сделать, и увидите эти шедевры своими собственными глазами, вспомните мои слова, вспомните эту лекцию и попробуйте найти перспективу, попробуйте найти идею композиции, даже если вы не знаете сюжета, даже если вы не знаете, что произошло в Кане Галилейской, вы не знаете сюжета, что же там произошло. Неважно, вы можете увидеть композицию, просто используя вот те вещи, о которых я сегодня говорил. Предваряю ваши вопросы и немножко рекламы. Если вы хотите увидеть эту презентацию, чтобы вы не подходили ко мне и сказали, Виктор Владимирович, скиньте нам, пожалуйста, вот наш e-mail, вот флешка, скиньте нам, пожалуйста. Специально я завел телеграм-канал, который называется Art Start Now. Вы можете подписаться на этот телеграм-канал, и там я обязательно выложу кратко основные идеи этой лекции, все великие произведения, а также то, где они находятся. Если вы захотите поехать во Флоренцию, вы теперь не будете просто так бесцельно шататься, значит, по улочкам в поисках флорентийского стейка, а вы скорее, скорее, скорее побежите смотреть Санта-Мария-дель-Фьора, где он находится, и где же там, где же тот баптисерий, который Брунеллески так хорошо нарисовал. И подписывайтесь на мой инстаграм, там тоже много интересного арт-контента вы найдете. Спасибо вам большое за внимание, что пришли, и до новых встреч в музеях мира. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok